Дорога смерти или Юнгас Роуд, Боливия Юнгас Роуд – одна из самых страшных дорог в мире, где люди молятся перед тем, как проехать по ней. Она печально известна из-за своих условий и чрезвычайно неосторожного вождения местных жителей. Дорога была построена в 1932 году во время войны между Боливией и Парагваем и заработала название «самой опасной дороги в мире» в 1995 году. А в 1994-м приблизительно 25 транспортных средств упали в обрыв. На самом деле количество аварий тут просто зашкаливает. Отсюда и возникло соответствующее название дороги. Шоссе Карнали, Непал Шоссе имеет протяжённость 250 километров и каждый год отнимает около 50 жизней. Дорога представляет собой очень узкую полосу земли, граничащую с отвесными обрывами. Здесь тесно даже на мотоцикле, не говоря уже об автомобилях. Большое количество смертей на шоссе Карнали связано с отсутствием ограждений на трассе, оползнями, камнепадами. Несмотря на опасность и внушительное количество жертв, здесь каждый день ездят сотни машин. Шоссе соединяет десятки деревень и чаще всего является единственным способом добраться до некоторых населённых пунктов. Атлантическая дорога, Норвегия Атлантик Роуд – невероятно живописная и крайне опасная трасса. 8 километров покрытия проходит вдоль группы небольших островов, из-за чего машины здесь часто борются с сильными ветрами и ливневыми дождями. Несмотря на погодные условия, эта дорога пользуется у туристов большой популярностью. Дорогу постоянно омывают волны, и из-за солёной воды поездка по этой трассе превращается в настоящее аквапланирование всего в 30 метрах от ледяной пучины Атлантического океана. Трасса Кабул-Джалалабад, Афганистан Дорога Кабул-Джалалабад имеет протяжённость 60 километров и представляет собой непрерывную череду крутых поворотов и резких обрывов. Практически ежедневно здесь случаются страшные аварии. Но причина кроется не только в самой дороге, но и в том, что местные возители пренебрежительно относятся к правилам дорожного движения. Сведения об аварийных ситуациях, имеющих место на трассе Кабул-Джалалабад, в последние годы являются крайне неточными. Но даже те статистические данные, которые есть в распоряжении местных властей, позволяют назвать эту дорогу самой опасной в Афганистане и одной из самых смертоносных на планете. Колымская трасса, Россия Её также называют «дорогой из костей» или «смертный путь». Колымская трасса входит в десятку самых тяжёлых дорог мира. В силу сурового и холодного климата трасса большую часть времени покрыта льдом, который ничем не посыпают. Ограждений практически нет, а местность тут горестая. Нередкость подъёма и виражи. Свалиться вниз, если переборщить со скоростью или забыть навыки управления на скользкой дороге, проще простого. Старый отрезок трассы идёт через Аймеконскую впадину, где расположен полюс холода северного полушария – село Аймекон. На металлических обелисках указаны зафиксированные здесь минимальные значения температур – минус 71,2 градуса. Дорожные службы за этим участком дороги уже не следят, так что поездку сюда можно считать рекордно экстремальной. Туннель Гуолянь, Китай Дорога Гуоляньк-Роуд в Китае проходит через горный перевал. Туннель проложен в горах Тайхан в провинции Хэнань в Китае. До этого, с 1972 по 1977, небольшая деревня Гуоляньк была практически полностью отрезана от внешнего мира. Туннель стал популярным туристическим объектом в Китае, поскольку у него есть много окон с видом на долину. Дорога особенно опасна для езды в дождливые сезоны. К тому же имеется множество резких поворотов совсем без ограждений. Несчастные случаи здесь происходят каждый год. Зоджи-Ла-Пас, Индия Опасная извилистая дорога Зоджи-Ла-Пас находится в индийском Кашмире. Дорога на перевале поднимается до высоты 3500 метров и имеет длину более 11 километров. Состояние дороги ужасное. Любители экстремальных и активных путешествий не всегда отважатся на подобный подъём. А многим индийским водителям приходится ездить по этой дороге ежедневно. Пассаж Дюгуа, Франция Дорога, проложенная по дну залива Бурньёв и связывающая материковую часть Франции с островом Нуар-Мутье. Два раза в сутки после отлива становится на несколько часов доступной для движения. В остальное время прилив затапливает её до уровня в 4 метра. Длина дороги составляет 4,5 километра. Путь вроде небольшой, но и считается весьма рискованным. Несмотря на большие знаки по обе стороны дороги, с расписанием приливов, множество людей за стремительно прибывающей воды ежегодно попадают в ловушку. Для таких неудачников выстроены спасательные башни, где они могут переждать, пока сойдёт вода, но спасти машину уже не получится. Шоссе Далтон, Аляска, США Страшная трасса Далтон простирается на 666 километров через отдалённые леса, тундры и вдоль реки Юкон. Шоссе проходит параллельно трансалянскинскому нефтепроводу и является одной из самых удалённых дорог США, так как вдоль дороги расположено всего три населённых пункта. На отрезке в 380 километров вы вообще не встретите ни заправок, ни ресторанов, ни отелей, ни других услуг. Почти круглый год здесь вечная зима, а дорога покрыта льдом. На всём её протяжении стоят предупреждения о крутых склонах и сходе лавин. Неудивительно, что только отчаянные путешественники отправляются туда. Острые ощущения они запоминают на всю жизнь. Железная дорога Трен-Алас-Нубес, Аргентина Среди всех железнодорожных маршрутов можно выделить один самый страшный. Путешествуя в Аргентине по железной дороге Трен-Алас-Нубес, пассажиры иногда едут сквозь облака. Выезжая из Сальты, поезд следует сквозь 21 тоннель, 29 мостов, проезжает 13 виадуков, делает две спирали и два зигзага. Через 434 километра пути поезд оказывается на высоте 4220 метров. Он идет по изогнутому виадуку длиной 224 метра, который находится на высоте 70 метров над землей. Поезд проходит это место, притормаживая. Нанга-Парбат-Пас, Пакистан Сложная по всем параметрам дорога расположилась в горах Пакистана на высоте 3000 метров над уровнем моря и растянулась на 16 километров. Дорога Нанга-Парбат-Паса напоминает скорее тропинку, усыпанную подвижным гравием. Гонять по такой вряд ли захочется.